так сейчас будут присоединяться вова возможно сейчас на один из первых присоединиться так наталья вообще умничка одна из самых первых привет натусь привет андрей катя всем привет ребятки всем привет сейчас я смотрю так и вова уже как всегда здесь мы просто красавчики вы просто пунктуальный привет 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 буквально вот полторы минуты мы с тобой пообщаемся потом я тебя представлю о свое мнение о тебе и соответственно я там будет такой вопрос на который нужно будет просто тебя послушать и будешь они отвечать мы тебя послушаем я не процентная импровизация мне проще так человека понять почувствовать не шаблонно как робот а конкретно вот что есть что я чувствую то эти эмоции буду сейчас выражать смотри первое мне вот самом начале пока народ присоединяется я раньше брал интервью по дудя косил когда-то вот у меня даже есть рубрика но это было очень много лет назад у меня был один из любимых вопросов все те люди которые будут смотреть эту запись они поймут почему я тебе задаю этот вопрос потому что когда ты сейчас будешь себя открывать и все те люди которые сейчас кого ты заинтересуешь они будут смотреть твой youtube канал твой инстаграм читать следить за твоими stories и так далее и тому подобное им будет прикольно потом вспомнить вот этот вопрос и гарри поттера смотрел по-любому да ну читал я смотрел все части гарри поттера скажи пожалуйста какие здоров смерти ты бы выбрал только один только один плач невидимку то есть ты одел и ты не невидимы все гарри поттера смотрели воскрешающий камень один раз можно воскресить любого человека и третье это бузина палочка палочка которая вот тоже кто смотрел гарри поттера тот знает что такое дары смерти и как они работают вот такую здоров смерти ты бы выбрал почему ну наверное второй вариант я бы воскресил какого-нибудь человека не знаю мне это просто по духу наверное ближе невидимкой зачем быть я открыт всегда палочкой ты имеешь ввиду если желание какие-то до выполнять ну конечно можете бабло сделать да я давно уже смотрел гарри поттера ну вот так примерно помню там что-то вот наверное второй вариант потому что объясню почему потому что невидимка я быть не хочу я всегда открыт значит палочка мне не нужна потому что я хозяин своей судьбы я наверное все желания которые там палочкой можно сделать я сделаю самостоятельно жизнь спасти человеку это наверное больше будет не спасти воскрешающий камень он воскрешает одного мы воскрешить человек на вода кому-нибудь сделаю приятно какой-то там семье ли я не знаю понятно понятно в общем народ начал присоединяться мы не будем затягивать у нас с тобой есть всего лишь час это мало потому что сейчас я думаю будет вот не хватает даже не хватает времени инстаграм к сожалению он ограничен мы за пять минут заранее уже будем заканчивать отвечать в основном на вопросы владимир с баблом владимир с баблом и без палочки хорошо справляется тут уже начали люди которые тебя знают видимо комментировать друзья представляю владимир сушков очень хороший добрый человек это прям прям в кавычках с восклицательными знаками кто не знает и еще раз повторяю посмотрит его социальные сети посмотрит то чем он занимается его направление сразу убедиться в моих словах профессионал специалист инвестор с восьмилетним стажем в инвестиционном портфеле которого около там сорока может уже на сегодняшний день более сорока направлений которые дают ему пассивный доход мое мнение мое наблюдение что это именно профи гуру в диверсификации то есть грамотном распределении средств не об этом вы увидите убедитесь и поймете о чем я говорю те кто еще не в теме на протяжении всего эфира всей записи когда владимир нам будет рассказывать свою историю это тот человек для вова может это будет удивительно когда я вам рассказывал на прямом эфире вы все начали интересоваться что есть некий человек который взял пять кредитов всунул в ммм все его знакомые близки бухгалтера коллеги по работе он всех их пригласил в эту организацию и когда там все это соскамилось когда получился крах вова пережил вот этот отрезок времени все тогда сочувствовали поймите представляли на секундочку насколько это было страшно и прошло всего лишь там семь с половиной там восемь лет и у владимира сейчас реально инвестиционный портфель около миллиона долларов который дает ему стабильный пассивный доход причем у него есть свой закрытый инвестиционный клуб где он помогает первое благотворительностью второе он просто дает делится практически бесплатно своими знаниями со своими коллегами и здесь самое главное никто еще в закрытом клубе за всю историю не выделял а я вот выделю в тавычках у владимира просто безумное безумное окружение разных людей кто вот смотрел тренинги по архетипам или подобные вот есть склад человека вот мы все разные вроде бы руки-ноги кожа одна но мы абсолютно все разные вот вову я вот несколько людей выделю там влад перковский вот человек у него вообще другое мышление для вы тоже может быть будет новость два-три дня назад мы там всю ночь с владом на телефоне он мне столько дал инфы буквально там за час времени что я в шоке и когда допустим вова находясь рядом с этим человеком получает эту информацию ну то есть по-другому начинает от масса людей у всех вас зрителей если бы вы смотрели бы вернее общались бы с владом и получили бы ту инфу которую влад мне сказал вы бы сказали бы вообще все у вас голове поменялось зачем мне эти проекты я не хочу этим заниматься но есть такие люди как евгений попов у меня такое окружение тоже есть это совершенно тоже другой архетип совершенно другой человек который вот конкретно там рулит и подымает один проект с этого проекта потихоньку то есть нужно знать евгения чтобы вы понимали о чем я говорю есть александр рузин это коллега со основателем закрытого клуба клуба инвесторов заробара хорошо он тоже совсем другой ну то есть вот все вот эти разные люди и вова среди своих знакомых выстроил такой механизм такой организм сильнейший которые реально вот в нынешнее время ребята может дать вот такие вот плоды вот такой успешный успех хотя я вот не верю в интернет успешный успех я уверен в результат но действительно с владимиром если вы будете держаться рядом вы получите успех вот сейчас об этом успехе мы поговорим все знают что у нас за окном все знают что у нас сейчас за время что у нас вообще происходит и мы хотим как грамотному инвестору как уже профессионалу к человеку который умеет зарабатывать деньги задать вопрос как же нам выжить в этот кризис как же нам заработать но не просто сейчас слово будет рассказывать нам какие-то там рассказывать о проектах или еще еще о чем-то мы конкретно сейчас зададим волю вопросов вопросы будут немножко усложнены потому что объяснить как мне заработать как владу заработать как владимиру заработать это проще потому что у нас есть натоптанная почва но сейчас мы привлекаем людей и стараемся их уберечь от скамой лохотрона в нынешнее время ребят сейчас очень много народа будет рекламировать вам успешный успех куча проектов эти все проекты в своем роде это будут хайпы пирамиды лохотроны скамах и нужно быть там где можно действительно заработать нужно инвестировать в себя знания чтобы разбираться хотя бы в элементарных вещах знать что такое сложный процент знать что такое там правильный неправильный кредит понимать как работает финансовая система и так далее и тому подобное но есть проекты более надежные и когда мы вам об этом рассказываем я знаю что у некоторых людей но всего лишь пять тысяч рублей в кармане вот вопрос к владимиру первое вот если я кто-то не так о тебе рассказал можешь меня поправить второе вопрос вот мы тебя хотим послушать есть люди у людей вот реально пятак в кармане но они активны они готовы занимать активную позицию они готовы вот сейчас грубо говоря вот из тех денег которые они выделили вот месяц им прожить на еду потому что сегодня пришли документы нашим губернатором подписаны что опять на неопределенный срок это вся ерунда продолжается наемные рабочие предприниматели у которых строили бизнес на земле они в данное время они сейчас вот эти вот люди у них есть накопление денег потому что они не думали о подушке безопасности они ни о чем не думали у них есть накопление на еду и на вот мыльно-рыльно грубо говоря на существование семьи на определен отрезок времени с этих денег предположим они готовы выделить там 5-10 тысяч рублей как им выжить и не то что выжить а вот со временем вырастить капитал и быть на плаву то есть не смотреть вокруг и думать ой какой я бедный голодающий а действительно чтобы им через определенный отрезок времени даже если будет еще хуже кризис заработать вот пожалуйста ответь нам на эти вопросы да благодарю вячеслав вообще за такое красочное представление я там немножко да поправлю насчет себя у меня не один миллион долларов капитал но я к этому стремлюсь то есть это моя ближайшая цель у меня сейчас где-то капитал более 20 миллионов рублей не нужно там смотреть плюс минус вот но это наверное вот одно из поправлений остальное все вот как бы согласен что там сказал много там благодарю за такие теплые приятные слова смотри вот да вопрос интересный есть 5000 рублей куда их инвестировать вот сейчас вот когда уже все настало скажем так же да и сейчас как выходить из положения я скажу так что конечно же надо было об этом думать еще заранее потому что вот сейчас люди столкнулись такой ситуации когда уже у нас кризис на дворе он все настал 17 марта мы можем это число вот так вот приурочить к тому что кризис наступил именно вот в этот момент я просто туда хорошо запомнил у меня тоже там была небольшая потеря денег по кое-чему по роботам но если там ну всех наверно в курсе там что там произошло у людей миллион ты потерял и миллион потерял я знаю но я миллион там роботы и плюс еще одно направление там два направления сосканилось и получилось что общая потеря у меня по тому курсу который был на 17 марта это так как у меня довольно таки большой портфель то для меня это в принципе вот так вот ну да потерял плохо там но было не так критично да потому что есть источников много доходов где я могу там свои деньги вытащить и жить на пассиве дальше продолжаем тему да нужно было конечно же думать об этом заранее нужно иметь подушку безопасности мы об этом наверное сейчас тоже поговорим да потому что тоже очень важно и не многие вообще понимают да что такое для чего нам нужно ну давай лучше да можно про подушку сказать там рассказать да да все что угодно во мы тебя слушаем мы сегодня слушаем тебя я вначале высказался остальное это твое время мы тебя слушаем ну ты только вот вопросы задавали там да 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 я буду вставлять свои пять копеек во время разговора но мы слушаем тебя рассказывать хорошо благодарю знаете смотрите друзья по поводу подушки безопасности конечно же это очень важный момент если вы почитаете там огромное количество литературы там самый богатый человек в бавилоне почитайте роберта киосаки или послушайте каких-то тренеров там максима кемченко ну не важно кого сейчас я могу до бесконечности перечислять то все в один голос говорят и это правильно что подушка безопасности она всегда должна быть и сейчас наверное люди это понимают да когда вот все нас посадили дома нас поставили в такие условия когда деньги по факту у кого только была наемная работа опа секунду позвонили все все хорошо слышно меня да да все все нормально все нормально ребята не забывайте сердечки давайте активность чтоб мы понимали что вы здесь смайлики сердечки у нас интерактив да 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 вот угу да звонят просто так что если что там буду на пару секунд пропадать да и сейчас мы столкнулись и люди столкнулись с такой ситуацией что все посадили дома в такие условия а денег то брать негде то есть была зарплата сейчас все ну какие то там работодатели пойдут на вот эти вот условия будут там несколько месяцев платить вот эту зарплату но в конечном итоге у них деньги закончатся они банкротятся люди останутся ни с чем поэтому друзья вот такой вот совет сейчас вот вы уже в такой ситуации находитесь и если сейчас вот нас выпустят там я надеюсь там через пару недель или может быть это несколько месяцев продлится да когда вы выйдете то начинайте вот вот именно с этого то есть инвестирование всегда начинается именно с подушки безопасности подушка безопасности их там много там есть есть финансовая безопасность это когда у вас получается 6 зарплат должно лежать дома то есть если у вас зарплата 50 тысяч рублей то у вас 300 тысяч рублей должно обязательно лежать дома для того чтобы вы если что на эти деньги могли жить вот как сейчас да вот если у вас было 300 тысяч рублей дома друзья его зарплата была 50 тысяч рублей напишите просто в комментариях как вообще нормально сейчас бы вот вы как у вас настроение было и не было ли какой-нибудь панической атаки или депрессухи какой-то а что делать что делать то есть у вас деньги на полгода вперед и вы сейчас бы чувствовали себя хорошо когда подушка безопасности у нас уже готовы то вот только после этого момента нужно приступать вот ну это прям самый хороший идеальный вариант я говорю уже к инвестированию то есть вы уже следующие деньги которые отклоняются звонят там да так вы опять позвонили не могу отец звонит сбрасываю не понимает да что наверное где может надо ответить может надо ответить ответить был ну да нет я с ним все вот после прямого эфира не дает мне прямой эфир провести давай ты поговоришь мы тебя подождем а там это поговори по меня будет слышно ты на связи да если что присоединишься нет тебя не будет слышно я буду один поговорим да давай давай хорошо я пока с ребятами ребят давайте меня сейчас слышно пока вова отсоединился давайте сердечки сердечки снизу потыкайте вот я пока начну по поводу того что вот начали писать только не призм вот вопрос к этому человеку почему не призм вот я допустим вчера познакомился с человеком но он очень крутой он очень крутой и он реально качает призм как механизм ни в пулах ни на холодных кошельках там совершенно другая тема у человека новое направление для меня и этот человек выскажет свое мнение в пятницу в прямом эфире ребят и мне допустим непонятно может быть все таки вы не понимаете вот я например тоже призм до конца видимо не понимал вот сейчас вот когда общаюсь с этими специалистами профессионалами тогда я начинаю понимать этот механизм поэтому друзья вы за призм пока что не топите что это негатив хорошо или плохо время покажет да 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 мы тебя слушаем дальше извиняюсь дико я ответил на вопрос там просто начали комментировать что только не призм я говорю ребят вы ошибаетесь значит вы просто не понимаете этот механизм вы все уйдете ты знаешь Владислава Цоя ну видеоканал у него есть да сейчас вот на хайпе призм Цой он в пятницу он в пятницу будет здесь на прямом эфире у меня потому что это у меня разрыв мозга зная Мелегу зная там Поповых зная Мошкина Сребенко вот недавно у меня там ну мы с ним немножко там покусались на друг друга за эти вот прямые эфиры с Вышемирского и все тоже вроде бы топят за призм но я сейчас понимаю что только 10% вот из этих лидеров понимают что это за механизм и для сейчас вот за призм это вот потом отдельно давай мы не будем у нас сегодня не призм тема но люди вы так не пишите вы просто разберитесь сначала да 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 Вол мы тебя слушаем мы в конце можем обсудить потому что вот именно Рой Монетку наверное да ты имеешь ввиду конкретно за призм за призм и Рой Монета тоже это крутая тема они можно будет поговорить если у нас останется эфирное время мы побеседуем да 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 так так друзья я быстро вот с подушкой сейчас закончу и уже там к главному вопросу мы перейдем про 5000 рублей куда бы я инвестировал сейчас на данный момент премии значит когда у вас уже полностью вот подушка есть когда вы откладываете потихонечку уже деньги по 10% друзья то есть вам нужно научиться внедрить свою жизнь просто от зарплаты или от тех денег которые к вам приходят не важно какие то есть у меня есть там все кошельки и какие-то там деньги да там на АПР пришло там 1000 рублей все 100 рублей у меня есть отдельный кошелек перевел на другой кошелек если у вас зарплата то сразу заплати как говорится себе сразу 10% 50 тысяч вы получили 5000 сразу уберите потом вы только там отдавайте кредиты там покупайте продукты все что угодно но эти 5000 нужно сразу сделать отложить и все и так вот из месяца в месяц это не быстрый процесс процесс инвесторам так вот просто не становится людям все ты пришел сюда в интернет и ты сразу там а там все там инвестируешь и зарабатываешь это сложный путь который просто проходится путем набивания каких-то шишек делание просто бесконечного количества ошибок и только после вот этого опыта вы уже становитесь вот таким вот инвестором вот так что сейчас если вы уже вот попали в такую ситуацию у вас есть 5000 рублей просто уже отвечаю на вопрос то сейчас бы я эти деньги и вообще которые у вас сейчас будут свободны я бы вначале инвестировал именно в свое образование в данном случае финансовое то есть на 5000 рублей можно купить у нас несколько книг хороших интересных вот у меня тоже на полке там я не знаю видно или нет вот у меня там книжки стоят я там из дома часть принес которые вот я там или перечитал или там некоторые есть которые вот сейчас уже буду читать то есть можно купить книги интересные именно по финансовой грамотности то есть если вы пришли в рынок инвестирования то вам нужно уделять деньги уделять время и соответственно ресурсы для того чтобы здесь стать профессионалом это 5000 можно потратить и какие-то там тренинги пройти на 5000 это можно сделать да там есть какие-то дешевые там у каких-то тренеров такие вот продукты где вы можете получить вот такое образование то есть первоначально я бы вкладывал в образование плюс вот если еще добавить я вот там знаю человека вот тоже мой такой духовный наставник это Александр Редькин вот это не реклама просто говорю да у кого я там тоже черпал много информации тоже там проходил несколько тренингов да у него вообще вот сейчас для вас это вообще актуально то есть там добавить там я не помню сколько там у него стоит по-моему или 15 или 20 тысяч обучение по удаленным работам то есть мы сейчас попали вот в такую ситуацию когда у нас все интернет бизнес и онлайн бизнес он переходит на пока на данный момент дальше мы посмотрим ну на мой взгляд это индустрия как бы стала развиваться и сейчас все больше и больше будет внедряться онлайн какие-то там курсы образования обучения удаленные сотрудники да уже там многие компании будут задумываться а зачем нам там держать их там в офисе если мы можем их там дома посадить да там по определенным условиям и все платить зарплату не надо там ни на еду там на столовой тратить ни на там на всякие там канцелярские товары и проще какие-то инструменты вот у александра редькина сейчас я прям быстро заканчиваю есть там тренинг по тому как там получить наемную работу там около семи профессий он дает и плюс там даже по моему если я не ошибаюсь с трудоустройством то есть удаленные профессии вы можете освоить и уже с наемной работы постепенно перейти уже сюда да сначала вы будете зарабатывать немного но постепенно когда вы станете специалистом вы будете расширять свой профиль то в конечном итоге можно уже потом вы эти деньги будете зарабатывать уже дома сидя не где-то там на работе у компьютера вы сидите встаете вы хозяин своей судьбы и потом из этих денег вы уже грамотно так потихонечку даже если у вас это не с инвестированием будут вот эти специальности а их там много там и администратор соцсети и прочий прочий момент сейчас не буду перечислять потом эти деньги вы постепенно там или на подушку часть откладываете можно сразу ускориться то есть часть на подушку отложили часть в инвестирование вот я бы сделал вот именно так потому что вот сейчас вот пять тысяч рублей ну я не знаю можно к нам в клуб в принципе попасть и там каждый день мы цепь вот я пять дней в неделю провожу там прямые фирмы ты знаешь вячеслав у нас много информации вы получите просто у нас уже пятимесячный там склад информации спикеров которые мы приглашали то есть сразу там за небольшие деньги вы получаете склад или не к нам в клубы еще там много клубов есть таких вот по инвестированию где спикеры где основатели вам передают свои знания делятся ими и вам уже не надо набивать вот эти вот бесконечные шишки как делал это я или там другие люди вот как-то так вот скажи пожалуйста а вот ну смотри у тебя стратегия полностью диверсификация у тебя есть более надежные прямо вот как в архетипе хранительские там недвижимость у тебя есть проекты более там рисковые более рисковые но однако среди даже интернет индустрии самые надежные такие там как life is good shot vista amir capital можно там эфиры там копить и так далее и тому подобное и есть хайп проекты и пирамиды но у тебя есть возможность распыляться то есть твой капитал тебе позволяет играть вот в эту игру как делать ставки на спорт в казино только ты вместо ставок на спорт кидаешь вот по пятьсот по тысячу баксов вот в такие хайп проекты и большинство из них стреляют потому что ты понимаешь ты закинулся одновременно в пять проектов все пять сразу не сломаются из каких-то ты получишь выгоду а так как это хайп и там большие проценты ты все равно в плюсе ты это осознаешь ты это понимаешь люди не понимают и я вот хотел с тобой поговорить еще где-то месяц назад потому что я сам обжегся вот у меня допустим был и есть небольшой капитал но я начал повторять копировать я где-то что-то просчитал но началось вот именно с того момента когда появился вот помнишь они они был вот этот они он наш вот я закинулся туда потом я закинулся в тор мы надеялись там на минтер бип и я вот вроде бы диверсифицировал но большая часть этих проектов это действительно оказались хайпы и пирамиды которые ну не дали о себе знать либо допустим минтер бип он работает но прибыли там еще нету из-за того что то рынок обвалился ну то есть очень много факторов и по факту если бы я качал только например вот я сейчас ребята вот у кого такая ситуация вы это внимательно запомните если бы я сейчас качал только призм то есть грамотно фиксировал то есть вот я вник как евгений попов например несколько вариантов есть качать призм вот самые простые это допустим делать структуру быть сетевиком млм чекам если у вас это не получается вы можете играть на трейдерстве то есть фиксировать покупать на бирже продавать на обменниках это один из тысячи вариантов третье вы можете просто с нодой играть это тоже более такие сложные стратегии но вариантов заработать на призм это не просто зашел в пул и сидишь ждешь когда ты разбогатеешь но если бы я разбирался там часть средств которые дает мне призм я бы допустим этот отрезок времени допустим диверсифицировал реинвестировал в висту life is good и какую-то маленькую часть допустим кидал бы на мир капитал и я качал бы вот эти полугода только три проекта я бы уже был в огромнейшем плюсе по сравнению с тем что допустим произошло потому что допустим я тоже это вот есть те шишки те ошибки которые я сейчас набиваю и я понимаю уже как это работает тем более вот та информация которая мне Влад дал я тоже кое-что переосмыслил для себя то есть не всем подходит такой механизм по которому работаешь ты потому что это нужно уже прям натоптанную почву иметь и иметь энное количество денег то есть если люди будут за тобой повторять и вот это вот по десять или по двадцать тысяч рублей заходить во все проекты о которых ты рассказываешь это в корне неправильно это не сработает это будет минус потому что в основном это хайп индустрия а то что не хайп это дорогая индустрия на нее нужно накопить но люди хотят сегодня сразу и сейчас вот я бы допустим вот как основателю и владельцу закрытого клуба заробора внимание уделил тому чтобы люди не повторяли они тебя копируют ты же сам знаешь что если люди не заплатили в клуб смотрят и они полностью тебя копируют они не получат результат и скажут Вова и Саша это плохие ребята они хрень нам всякую предлагают потому что они не понимают и инвестировать в себя как ты рассказал в начале эфира люди этого не делают потому что они прочитали Киосаки прочитали Клейсона и они уже такие крутые вот у меня есть десять тысяч рублей мне нужно куда-то вложить заходят заробора хорошо и видят что у тебя куча проектов вот это девяносто процентов людей из тех вот которые как бы нас окружают это очень плохо людей нужно направить на правильный алгоритм нужно мне кажется каждый проект не просто показать в ютубе что ты завел и сколько ты вывел а как то более какие то глобальные направления то есть больше что попов рассказал как в призм заработать ну что вот сейчас вот все люди которые нас смотрят которые будут потом эту запись смотреть ты можешь сделать опрос заробора хорошо что вы знаете о призм как можно заработать кроме параманинга кроме там спейсбота рой клуба ну пулов там закинуть вот этих вот вот этих вот 15-20 процентов и например фиксировать курс покупать продавать что вы еще знаете о призм никто ничего тебе не ответит вот вот сейчас я начинаю по-другому мыслить в этом направлении и хотим вот к тебе сразу вопрос что сейчас самое-самое вот в нынешнее время ну прочитали люди допустим уже книгу что-то инвестировали посмотрели Энтони Робинсона почитали они там грубо говоря какие-то какую-то литературу купили они там курс даже там за еще 5 тысяч рублей они уже знают что им нужно действовать они замотивированы они заряжены но они сидят дома и опять же таки я повторяю вот есть 5-10 тысяч рублей куда им сейчас вложить и чем им нужно заниматься как что им нужно делать я тебя понял слышал вопрос это уже ты имеешь ввиду когда все уже ну вот мы почитали да элементарными вот смотри человек он не может обладать знаниями он получил какие-то знания и он дальше обучается вот что что ты что я мы сейчас параллельно чему-то учимся ну хватит учиться у нас уже есть знания есть заряд нам нужно действовать вот есть небольшой капитал небольшой не потому что я не могу заработать а потому что вот нет наемной работы вот сейчас такая ситуация что мне делать да ну вот прямо сейчас куда бы я инвестировал ты такой вопрос да да если бы я был на месте людей да 5-10 тысяч рублей да 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 или с чего бы я начал ну вот да ты прочитал книгу ты вот посмотрел Вячеслава с Владимиром посмотрел еще там кого-то почитал Киосаки и вот ты смотришь ну вот я готов попробовать где-то вот десятка лежит что мне что мне делать куда заходить и пока ты не ответил Рома полторы тысячи абонемент в месяц стоит заработать хорошо в личку потом кто заинтересовался заработать хорошо кто хочет непосредственно попасть в клуб так как там всегда ограниченный набор там не постоянно вот у нас людей принимается это на определенных отрезках времени Владимиру в личку напишите подпишитесь на его инстаграм и там будет масса информации по поводу его закрытого клуба там в топлинке в топлинке есть если что там есть ссылочка ну вот в моем инстаграме там как раз на закрытый клуб на сайте есть там можно все почитать и оплатить я тебя услышал Вячеслав вопрос вообще на самом деле сложный но я постараюсь как бы ответить из того что куда бы я сейчас инвестировал с чего бы я начал если вот я только пришел в интернет я просто по своему опыту скажу да когда я пришел в интернет я вообще начал заработков без вложений то есть у меня тоже не было там вообще денег у меня там были ну ты примерно рассказал мою историю так вкратце да что там у меня было и была жесть просто были кредиты было было ничего вот если грубо выражаясь был ноль с палкой и я там начинал с нуля по факту но первые деньги куда я инвестировал это вот после как я заработки без вложений прошел то есть это тоже довольно таки длительный период где-то полгода тире год и потом я как заработки тоже брал потому что это интересно но я сразу как пришел я занял активную позицию то есть я я бы сделал да если бы у меня были бы знания то есть я пришел в интернет у меня мало денег я бы сразу бы занял как и я вот восемь лет назад сразу пришел в интернет завел свой ютуб канал и потом постепенно начал какие-то там соцсети к нему там прикручивать там вконтакте и другие вот сейчас бы я то же самое сделал и посоветовал бы вот вам друзья кто смотрит то есть активная позиция она дает просто огромные результаты огромные преимущества так вы во первых учитесь сами когда вы что-то рассказываете вы обучаетесь сами да когда вы записываете какой-то контент когда вы проводите прямые эфиры с кем-то там вот как Вячеслав это делает или там ведете свои соцсети тот же самый инстаграм можно заточить там под бизнес да ведите там рассказываете вот у меня много блогеров есть которые ведут инстаграм рассказывают куда они инвестируют там у меня качает только инстаграм сейчас только инстаграм вот у тебя инстаграм потому что в него вкладываешь силы и фокус внимания у тебя на инстаграм у нас если мы знаем да ну кто не знает рассказываю то есть где ваш фокус внимания там у вас и будет туда энергия течь если вы цель себе поставили да стать богатым человеком то здесь вот ну наверное активная позиция сейчас в наше время это однозначно тем более с маленькими деньгами но куда бы я инвестировал уже бы это вот на данный момент времени сейчас у нас хороший курс призм то есть я бы деньги там из десяти тысяч конечно нечего вкладывать да но я бы вложил туда потому что с таким курсом грех не вложиться потому что будет там рост скорее всего однозначно да со временем да и все для этого делается да сейчас многие вышли там из этого на панике на паратаксе на этом короче безумном и так далее и остались уже люди которые вот уже все адекватные да кто верит в призм кто там двигается дальше дальше я бы рассмотрел бы аналоги какие-то призм интересные не знаю ну вот сейчас вот я один интересный аналог вот сейчас туда заходим еще есть там есть задумка там сделать пул вот только вот сегодня антарекс нет это квантум я не знаю слышал или нет про такую монетку но довольно таки прям вообще все нравится я уже ролик записал первый такой обзор вот сегодня только пошли под продажи монетки вот я сейчас тоже буду ролик записывать на старте я бы нашу зашел бы туда да а так бы я бы вот фундамент свой бы строил вот если сейчас просто если бы мне 8 лет назад рассказали ну тогда life is good еще не было но 6 лет life is good и я знал про него достаточно долго да про счет виста и про все остальное то я бы тогда сказал да ну зачем мне там эти проценты сколько там ну около если с плечом 40 процентов ну 2 ну или 26 там годовых это очень мало я на хайпах больше зарабатываю и я тогда и зарабатывал на хайпах много даже и на пассиве но сейчас я бы свой фундамент бы строил именно вот с таких вот серьезных направлений как там оси осен холдинг это страховая такая компания 25 лет на рынке лет больше 20 точно не помню я там кстати тоже есть это life is good то есть а в life is good его только можно вот на прямых эфирах в закрытом клубе тоже много раз говорил просто берите life is good становитесь там финансовым консультантом и все у вас денег будет просто вагон со временем если вы там в эту тему вольетесь и тем более сейчас профессия финансовый консультант это то что вот сейчас будет прям очень актуально потому что сейчас у всех вопрос вот у всех кто сейчас попал в этот карантин в этот кризис это где взять денег где взять денег если ты не наемный сотрудник и все будут искать тех людей кто разбирается в финансах таких как я таких как ты Вячеслав таких там как Саша Рузин и остальные вот я здесь немножечко тебя извини перебью я костины слова скажу я вот как раз не досмотрел видео когда говорит все думают как же найти денег в этот момент мы с тобой делаем эфир а кто-то смотрит чьи-то stories смотрит видосики там какие-то развлекательные видосы и думает ой я без денег и просто тратит девяносто процента своего времени на карантине что он просто тупо сидит в интернете ничего не делая а ребят вот я просто добавлю активная позиция это не значит что вам нужно приглашать собирать там какие-то вы просто разбирайтесь с информацией смотрите не телевизор смотрите не ютуб там сериалы а просто смотрите то что вам даст плоды то что вам даст пользу вот это и есть активная позиция просто провести такой прямой эфир это и есть уже привлечение потому что возможно из вас кто-то что-то понял у кого-то какие-то мысли вот вот появляются в правильном порядке и вы возможно потом зададите вопрос и просто будете действовать по каким-то направлениям так же как действует Владимир так как действую я это уже есть наша рефералка и она пусть не через не завтра не через месяц там будет по тысяче человек пусть это будет через год но инвестиции ребят это и есть сложный процент а сложный процент работает не месячно не полугодно а годами вот вы поймете как работает сложный процент только через год начнете понимать через два года вы уже увидите охренительный результат и так это все вот нарастает не спешите просто вот делайте то что вы делаете и вот поверьте мне Владимиру Владимиру вообще не одну собаку сел на этом его окружение ну мы все так делаем мы ничего не выдумываем мы делаем просто то что уже придумано до нас Рокфеллерами всякими вот Киосаки Клейсонами Шварценеггерами вот Баффетами и так далее все Вова извини что я перебил я твою мысль просто продолжу вот тоже многие там не понимают они вот смотрят как ты говоришь да куда я инвестирую и там и вкладывают дублируют действия потом удивляются почему они там потеряли деньги да и почему у меня такое там происходит да почему потери потому что нету вот как раз активной позиции для актива то есть я вот свой активная позиция у меня и мой актив это вот как раз мои соцсети мой ютуб канал там мой клуб мой новостной канал там мои чаты да и это актив и это мои инвестиции то есть я вкладываю там какие-то проекты зарабатываю на своих инвестициях там на партнерских награждениях все это в скопе да и потом этот актив мою активную позицию я вкладываю уже в пассив то есть откладываю уже капитал где-то там на счете виста там откладываю сейчас я вот запишу там видеоролик или в криптовалюту в какую-то вкладываюсь там в биткоин там в эфир у меня тоже портфель вот как раз основной из капитала это крипта вот и все и вот таким вот образом то есть здесь актив соцсети прямые эфиры закрытый клуб там проекты и потом я уже перекладываю это в пассив пассивный заработок вот так что вот так вот так а еще сейчас просто уже с мыслью сбился мы разговаривали ну ты сказал что десятку ты бы кинул бы сейчас в призм просто я немножко добавлю ребят вот даже те кто пострадал вы плачете я в минусе то есть я вам скажу Володя это как раз таки тот человек который тоже купил на этом отрезке с сентября по ноябрь за миллион рублей он вложил миллион рублей купил монеты призм когда она стоила вы сами знаете сколько и сейчас в рублевом эквиваленте он в минусе и как вчера сказал роман вышемирский мне это очень фраза понравилась это я тебе вове скажу вот ребята все писали начали вышемирскому у нас в чате писать да мы в минусе и роман сказал ребята а ваши монеты там вы их вывели они такие нет тогда как ты можешь говорить что ты в минусе вот когда ты выведешь полностью все тогда ты скажешь что ты в минусе сейчас ты же чего-то ждешь так и вы ребята если вы сейчас в рублевом эквиваленте в минусе значит что вам нужно сделать по нынешнему курсу на 5 или на 10 тысяч рублей докупите монеты докупите монеты и не бойтесь вот если у вас есть в голове отложилось то что что-то соскамится там рой клуб распадется либо еще что-то значит вы в этом не разбираетесь если вы в этом не разбираетесь и вот сидите вот как котенок слепой трусливый вложили кусочек денег и вот у вас рубли уменьшились и вы такие ой какой кошмар все рухнет мы все умрем коронавирус тогда вот мое отношение такое я говорю всем и всегда так буду говорить заберите деньги дождитесь там как курс вырастет и идите на наемную работу вот честно ребят ну просто вы тогда не созданы для этого я понимаю все хотят быть успешными людьми финансово независимыми смотрят сказки фильмы голливудские но вы не будете никогда таковыми если вы не поймете весь вот этот смысл если вам страшно вы сами в этом виноваты виноваты потому что вы один если вы не хотите быть одними присоединяйтесь к сообществу то есть вот к владимиру кто вам больше нравится вот допустим я знаю таких вот лидеров как володя много массу в интернете но у меня правда таких знакомых много в том числе там николай милеган пусть направление чуть отличается но я допустим по душе М Kolatri потому что я ему больше верю потому что я вижу больше результата то есть вот меня тянет к человеку я просто раз там купил абонемент на полгода на годик посмотреть что происходит в клубе я не на месяц купил не на неделю я вот просто купил абонемент на полгода чтобы просто посмотреть сейчас мне все нравится все устраивает я двигаюсь но это не значит что я буду только двигаться заработали хорошо я буду делать так как делает Сушко или Рузин Я смотрю другие направления, ребят, в пятницу будет совершенно другой человек на прямом эфире, у него другое мышление, и это и есть вот то самое, ну мы все вместе, мы это то самое сообщество, где мы обмениваемся информацией, инсайдами, и мы знаем, что будет и как будет, не потому что вы там все боитесь и что-то вам кто-то по телевизору сказал, а потому что мы уже здесь шишки набили свои, реально набили шишки. И поверьте мне, если я, я сейчас не говорю же так, что вот идите и вкидывайтесь в призм, вы люди взрослые, вы все должны понимать, что делать, и не надо потом обвинять, если сейчас призм там еще там на 2 цента упадет, ты скажешь, о, Слава, ну ты же сказал в призм заходить, я не говорю, что иди закидывай, я рекомендую, что я, допустим, бы сделал так, и вот если у меня сейчас появятся свободные деньги, я куплю еще призм, и я не буду закидывать их в рок-клуб, я кину на Сиджин, будет 15 рублей курс, вот через месяца полтора-два, я вот эти вот монеты продам. И у меня будет уже в два раза больше денег, там, с два с половиной, и я часть кину на Амир Кэпитал, часть еще куплю призм. Ну, понимаете, у меня вот игра, и я играю свою игру по своим правилам, у меня нет хозяина. Вот пока вы вот так вот не поймете, вот если вы хотите, чтобы мои мысли были у вас, и вы, либо вы думали о том, или думали так же, как и я, допустим, это не знание книг, вот вам просто нужно быть сообщественным. Возьмите абонемент на месяц Заробора Хорошо, в Фейсбуке, там у нас Володя с Рузиным, там еще ребята ведут очень много прямых эфиров. Не просто как заработать конкретно какие-то инструменты, а еще есть обучение, как правильно мыслить, как вот рисковать. У них очень много направлений, вам просто нужно послушать. К сожалению, но не к сожалению, а к счастью, эти ролики только для закрытого клуба, потому что, ну, если мы будем их всем показывать, это уже будет незакрытый клуб. И вот там мы строим сообщество, и как раз у нас там и хорошо получается отсеивать людей. Есть те люди, которые с нами, есть те, кто уходит, есть кто приходит, но это нормально, но зато у нас вот именно команда там начинает платиться, настоящая команда. Поэтому, друзья, я рекомендую, это сейчас не реклама Заробора Хорошо, вы не подумайте, я вам просто вот реально делюсь своими эмоциями, как есть. Не нравится вам Заробора Хорошо, есть другие клубы, никто не запрещает, идите просто и что-то делайте. Вот не в телефоне, в инстаграме лайкайте там красивых девушек, мальчиков, это тоже нужно делать, но вы делаете, вот у вас плохо с деньгами, значит ищите эти деньги. Просто действуйте. Я, короче, сейчас с Энтони Робинсоном себя чувствую, знаешь, коучем таким. Похоже, похоже. Да, я тоже вот продолжу опять же твою мысль. Вот смотрите, друзья, сейчас вот карантин, да, вот моя жизнь вообще никак не изменилась, кроме того, что вот я на море люблю ходить, потому что мы купили квартиру, и я на море смотрю каждый день из окошка. Я не могу пойти уже близко там, потому что все закрыто. Но я с утра, вот у меня с утра, я просыпаюсь очень рано, то есть 5-6 утра, ну сейчас 6 примерно на подъем. Вот, и в 11 я уже прихожу в офис, это вот здесь вот мой офис, где я сижу, и с 11 ухожу я отсюда где-то полдесятого, ближе к десяти. То есть мой день весь построен, я не смотрю тут телевизор или какие-то фильмы, я целый день чем-то занимаюсь. У меня просто огромное количество дел, огромное количество вот этой вот активности каждый день, несмотря на то, что там кто-то там где-то говорят, я это не слушаю, да. У меня своя позиция насчет этого, если там, ну ладно, не важно. Вот, так что активная позиция и то, что сейчас нужно сделать вам, сидя дома, это не смотреть телевизор, не скроллить в соцсети, а просто поднять свою попу с Димана и начать уже изучать вот эту вот тему инвестирования и все, что с этим связано. Все, потому что другого пути, друзья, у вас нет. Вот сейчас вот помяните мои слова, многие из вас, даже кто находится на прямом эфире, что будет после, как вот нас выпустят отсюда, да, когда уже они уже по новостям будут уже все хорошо, что показывают. Мы там придумали вакцину какую-нибудь, или там мы сейчас всех будем вакцинировать, плюс там какие-то чипы у вас туда внедрят вам или еще что-то. Ну что-нибудь придумают, да, как это все успокоить народ. Нужно сейчас уже что-то начинать делать и все, уже сейчас приступать вот к этой активной позиции, а не когда-то потом. Не надо на авось надеяться, потому что сейчас мир изменится просто капитально. Все, у нас за 5-10 лет мир перейдет и перестанет, базируется на другие рельсы, встанет, будет все совершенно по-другому. И вы его не узнаете вообще уже того мира, который у нас был до этого, все, забудьте, его не будет. То есть вы выйдете из карантина, все, это мир будет другой. Так что... Ребята, в Сбербанк.ру зайдите все, напишите в поиске блокчейн. Все, что СМИ пропагандировали пирамидами, скамами, Сбербанк сейчас рекламирует блокчейн вот таким шрифтом. Это самая безопасная связь между там P2P сделками и бла-бла-бла, вот там целый текст. Сбербанк уже в блокчейн идет, ребят. От кэша отказываемся. Пойдите сейчас в Алберис просто вот, у кого возле дома или с карантина выйдите, попробуйте денежку им принести. От налички отказываемся. И вот эти вот фразы, чем подкреплен вот ваша монета, криптовалюта, у нас же вот рубли, рублей скоро не будет. Будут только цифры в Сбербанк онлайне, такие же. И плюс еще блокчейн в Сбербанке. Ребят, вы понимаете, мир реально меняется. Вов, кстати, я вот тоже хочу, вот у меня сейчас идея появилась, не идея, а мысль появилась. Вот я когда интервью брал, я же вот немножко психологию НЛП изучал. И вот мне хочется тебе вопрос задать в такой, это вот тоже один вопрос из интервью, когда я с людьми с успешными общался. Если завтра, вот сейчас вот у нас, допустим, сколько вот, без 10-3, если завтра ты узнаешь, что завтра твой последний день жизни, что ты вот завтра вечером, ну, тебя не станет. Как ты проведешь свое время? Что ты будешь делать? Ну, я, наверное, проведу это время с семьей. Тут однозначно с сыном, женой, не знаю, там, как можно больше, чтобы близких было, наверное, вокруг меня. Попрощаюсь с ними, со всеми, прям у меня же почти слезы потекли. Ты понимаешь, что ты сейчас будешь отвечать на этот вопрос целый день себе? Да. Это, я всем людям, вот всем людям, которые, знаешь, чем-то занимаются, вот мы все на активе, вот я когда задаю этот вопрос, они мне звонят через неделю, говорят, Слава, что ты с нами сделал? Я, говорит, неделю, говорит, не могу, короче, я тут планы строю. Ну, то есть, если люди задумываются над этим вопросом, они строят планы, и у них появляется еще больше активов, значит, они правильно живут. Это вот всегда так. Ребят, с каждой задайте себе этот вопрос. Это вопрос неплохой, это вопрос, наоборот, хороший. И действуйте, действуйте, и вот живите так, как будто бы, ну, это вот случится. Вот вы реально каждый себе задайте этот вопрос, и я думаю, у вас мышление поменяется. Это я вам такой толчок, поджопник каждому сейчас дал, сделал. Вот, Вова, у нас эфирное время заканчивается. Я серьезно тебе говорю, еще бы часа, бы два. Да, у нас просто масса есть информации, что есть обсудить. Если тебе интересно, можно сделать наоборот. Можно прокачать твою инсту, и через время, если ты там придумаешь вопросы ко мне, либо я также могу вопросы, либо мы можем какую-то тематику обсудить, можно также в Инстаграм сделать. Картинки, посты, видосики – это хорошо, но актив в прямых эфирах, когда видят живые, горящие головы, это чуть другое. Я знаю. Если вот найдешь на это время, я думаю, надо будет и с Рузиным тоже коллаборацию сделать, ну, со всеми вот активными ребятами. Да, добро договорились. Кстати, друзья, еще вот ты насчет вопроса. Посмотрите фильм, по-моему, называется «Сыграй в ящик» или что-то там в этом роде. Вот там тоже два таких старика, и мы сказали, что, короче, все у вас там. Рак, рак у них, да, что-то у них такое. Вот они там вообще так зажигали, просто посмотрите. Я вот недавно пересмотрел, тоже порекомендовали. Причем там хорошие актеры, но я не помню, как вот ни одного, ни второго. А что мешает нам так жить сейчас, уже сегодня, вот в эту минуту? Не думать о кризисе, о СМИ, о телеке, а вот живите так, как будто вы живете последний день. Вот чаще себя вот так мотивируйте. Вов, спасибо тебе огромное. Ты просто очень крутой, ты очень хороший человек. Я рад, что ты выделил мне свое время. Запись я сейчас сохраню. Она будет в заробор, я тебе кину в личку. Я в YouTube залью. Пусть ребята посмотрят. Я тоже залью себе в YouTube. Я как раз у тебя хотел спросить, потому что в Инсте я так плаваю еще. То есть ты... Запись сейчас будет, да, запись в течение часа, я ее сделаю. Отлично. Ребята, ну, еще раз повторяю, пишите в личку Владимиру вопросы по работе, по закрытому клубу, вообще любые вопросы. Пишите мне, кто посмотрит сейчас запись видео, кто не попал на прямой эфир, также вы знаете все наши контакты. Мы вас целуем, обнимаем, желаем вам отличного настроения. Не болейте и зарабатывайте деньги. Будьте счастливыми. Да. Пока-пока. Пока-пока. Счастливо. Пока-пока. Продолжение следует...